Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Семья спасла на пляже осьминога, а на следующий день он их поблагодарил. Поведение животных кажется простым и даже примитивным, но это в корне неверное восприятие. На самом деле многие животные наделены значительным интеллектуальным потенциалом, который может проявляться в самых неожиданных ситуациях. К таким животным относятся осьминоги, в частности египетские. Об одном из представителей этих удивительных моллюсков и пойдет речь далее. Эта история произошла с семьей, которая отдыхала в Сомобей, курорте на побережье Красного моря в Египте. В очередной день отдыха пара решила посетить местный пляж. В процессе прогулки супруги обнаружили осьминога, выброшенного на песок. Важно отметить, что в таком положении без посторонней помощи животному грозила смерть в ближайшее время. Жгучий песок, прямые солнечные лучи и полное обезвоживание не оставили бы ему никаких шансов. Это понимали и сочувствующие осьминогу люди, к счастью оказавшиеся в тот момент рядом. Семья аккуратно подвинула высыхающее тельце к воде, после чего оно ожило. Осьминог уплыл в море. На следующий день пара снова решила прогуляться по пляжу недалеко от места встречи с осьминогом. Вдруг люди заметили на воде необычное серое пятно, напоминающее тень. Оно приближалось к берегу, словно заметив семью. Да, это был тот самый спасенный осьминог. Как ни странно, его не пугали минувшие события и новый риск быть выброшенным на песок. Моллюск, вероятно, руководствовался желанием отблагодарить людей за проявленный акт добросердечия. Он подплывал все ближе к берегу, словно пытаясь найти прямой контакт со своими спасителями. Моментами даже показывал над водой щупальцу. Осьминоги, как и многие другие экзотические животные, часто ассоциируются с кулинарными рецептами. Но потребительское отношение к ним не должно быть доминирующим. Семейная пара, отдыхавшая в Египте, показала своим примером, что наши взаимоотношения могут строиться на чувствах добра и сострадания, даже если у нас нет возможности находить прямой язык общения. Впрочем, как показал этот же пример, нет принципиальных барьеров и для возможностей коммуникации. Случай в Самобей далеко не первый, в котором проявляются удивительные поведенческие черты осьминогов. Так, в одном из уголков залива Джервис на побережье Австралии исследователи зафиксировали необычное явление. Как выяснили ученые, несколько моллюсков на глубине 10-15 метров строили сооружение, чем-то напоминавшее подводные города. Как отметил один из представителей исследовательской группы, животные строили конструкции из остатков съедаемой пищи. Преимущественно это были ракушки и всевозможные скорлупки, из которых щупальцами складывались домики. Важным аспектом такой деятельности специалисты назвали способность работать в сообществе. В исследованном районе обитало порядка 15 осьминогов, живущих в разных домиках. При этом, как и в людском сообществе, между животными могли возникать и конфликты, что, впрочем, не помешало им успешно обустроить место жительства. А что на этот счет скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал. Субтитры создавал DimaTorzok